Всем привет! С вами Дмитрий Денисов, он же Дмитрий Д. В этом уроке я расскажу о том, как использовать черно-белые рендер пассы, такие как Ambient Occlusion или Shadow Path, для того чтобы сделать из них тень затенения. Наша цель сделать тень под персонажем. Для этого нужно подготовить изображение, полученное после рендера. Изображение желательно сохранить в 16-битном цвете. В своем проекте я использую Blender. Перед тем, как сохранить черно-белые пассы, убедитесь, что в пункте Color Management в качестве Display Device установлено sRGB, а не Filmic. Если оставить Filmic, то белый цвет будет серым, который в свою очередь будет приумножать не только участки тени, но и весь фон. Для правильного смешивания нужен белый цвет, так как значение ниже 255 вносит изменения в изображение. При умножении белого цвета эффекта не будет. Нам нужно, чтобы воздействовал только черный и градации серого. Повторюсь, все остальное должно быть чистым белым цветом со значением Value равным единице. Это важно. Теперь несколько слов о том, что такое Ambient Occlusion и Shadow Path, а также в чем их разница. Говоря о Ambient Occlusion, имеется в виду плотность цвета, полученная в результате расположенных друг к другу поверхностей. Чем ближе поверхности друг к другу, тем плотнее, чернее будет цвет. Shadow Path формируется при помощи источника освещения. Их может быть несколько, где учитывается размер, который влияет на плотность теней. В настройках мы можем сделать тени мягкими или жесткими. Этот параметр напрямую регулируется с помощью размеров источника освещения. Чем меньше размер, тем более резкими будут тени. И наоборот. Далее мы загружаем полученное изображение в Photoshop. Файлы я буду редактировать в 16-битном цвете. Прежде чем перейти к созданию теней, я бы хотел обратить внимание, что они немного отличаются. Почему так происходит, я рассказал в первой части урока. В уроке я буду использовать изображение Shadow Path, так как он более реалистичен по отношению к Ambient Occlusion. Для того, чтобы настроить плотность тени, я добавлю новый корректирующий слой Curves и попробую слегка осветлить его. Это нужно для того, чтобы убрать эффект светло-серого пятна. Немного меняем кривую, повышая яркость. Меняя плотность, сравниваем результат. Тень становится чуть резче. Это то, что нам нужно. Есть несколько способов использования слоя с тенью, например, режим Multiply, который имеет свои особенности. Главный недостаток в том, что нет возможности изменить цвет тени. Для меня это важно. Я предлагаю вариант с преобразованием яркости тени в альфа канал. Перед тем, как копировать слой с тенью в исходник, мне нужно проверить, что белый во всех участках равен значению 255. Для этого выбираем пипетку и проводим по границе изображения. Дублируем слой с тенью в исходник. Menu, Layer, Duplicate Layer. Выбираем исходник. Размещаем слой с тенью поверх всех слоев. Просто перетаскиваем его или переходим в меню Layer, Arrange, Bring to Front. После этого выделяем весь слой. Выбираем в меню Select, All. И копируем информацию о яркости в меню Edit, Copy. Далее в палитре слоев выбираем вкладку Channel. Создаем новый альфа канал. И выбираем в меню Edit, Paste. Белый цвет формирует маску. Черный скрывает ее. Теперь нам нужно инвертировать альфа канал. Заходим в меню Image, Adjustments, Invert. Теперь у нас есть маска, с помощью которой можно создать тень. Далее начинается самое интересное. Нам нужно создать новый корректирующий слой Curves под слоем персонажа. В палитре Channels, удерживая клавишу Ctrl, нажимаем на слой альфа канала. Появится выделение. Выбираем New Adjustment Layer Curve. Как вы успели обратить внимание, корректирующий слой создался с маской. Это нам и нужно. Выбираем режим смешивания данного слоя на Multiply. Дважды кликаем на иконке Curves и в настройках затемняем изображение. Для этого перемещаем ползунок слева снизу в правую сторону. Далее добавляем новую точку и пытаемся сделать кривую. Это нужно для того, чтобы плавно распределить цвета. Не обязательно использовать Curves. Можно использовать такие корректирующие слои как Levels или экспозиция. Сейчас у нас получилась темная, практически черная тень. Мне это не нравится и я хочу добавить искусственного вторичного освещения. Для этого сделаем новый слой с цветом Константой. В качестве исходника я выберу базовый зеленый, но сделаю его едва насыщенным. Маску для этого слоя будем использовать такую же, как и у предыдущего слоя. Режим смешивания выберем Color. Если цвет слишком плотный, можно уменьшить его прозрачность. На этом все, если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.